Самого доброго утра! В самой позитивной стране Евросоюза Латвия, просыпаемся, привет и по традиции утро с Владимиром А сегодня мы поговорим о самом гениальном премьер-министре не только Латвии, а наверное во всем мире, которого только можно придумать, о господине Никаринше Такого афериста страна еще не знала, не только латвийская, а любая другая мировая Итак, послушаем, слушаем внимательно Мне не стоит того, да Мне не это нервы Забастовка учителей Ваша школа закрыта Она участвует в забастовке? А теперь внимание, слушаем Мы не работаем Все коллеги сегодня здесь? Интервью берут у учителя, слушайте внимательно Самые важные Поехали Это учителя берут У учителя берут интервью Мы были удивлены тем, что премьер-министр Кришни Скайринш вот сегодня видел Вы вышел к людям, к учителям Вы стояли в непосредственной близости от него Вы слышали, как он отвечал на вопросы учителей Что вы вообще думаете Во-первых, о его появлении сегодня здесь Удивлены ли вы и о его ответах? Я думаю, что это Да, это даже Даже как-то интересно Потому что мы здесь Потому что нам надо Не предвзятое мнение О том, чтобы у нас была зарплата Не 700 Долгий ответ Но вот смотрите К учителю, который Пришел на забастовку Подходится журналист и говорит А вы вообще удивлены О том, что премьер-министр Идет вместе с вами? Нонсенс! По идее, эта толпа должна была требовать Его отставки А он идет вместе с вами И поднимается на сцену Так вот, учителя говорят Нет, мы в шоке Теперь послушаем, как журналисты Это преподаватят И всего этого времени Наш коллега Алена Борисова Следила за ней Прямая трансляция Там спецэфира программы ТЧК Начиная с этого времени Длилась и длится На мультимедийной платформе Руслос МЛВ В наших соцсетях Перенимаем эстафетную палочку Новый день Это шок, понимаете? Это шок и третий Люди просто не могут себе поверить Насколько прекрасный Премьер-министр Латвии Пожалуйста Давайте все это оставим И давайте подумаем Саму логику То есть, смотрите Учителя вышли на шествие И в этом шествии Должно было быть одно требование Отставки премьер-министра По какой причине? Год назад внесли в закон Что закон обязывает повышение зарплаты Учителей этот закон не выполнили Это повод для отставки Отставки никакой не было Учителя идут Тут из толпы Как будто бы неожиданно Выходит Каринш Прыгает на коня Скачет прямо на сцену И на сцене Ребята, да я свой Я самый свой Я в доску свой Я вообще за вас А теперь самый важный момент Внимание на экран Был ли договорняк Был ли договорняк И все это было ли Спланировано И срежиссировано И мой ответ Да С чего я это взял? Значит, обратите внимание Что когда Каринш был на сцене И когда все проговорили И выговорились Глава профсоюза Выносит в рамочки Зеркальце И дарит Кариншу И предлагает ему Посмотреть в это зеркальце Ровно такое же Зеркальце В рамочке Он дарит Аше Радонцу Ровно такое же Количество людей На сцене Соответствовало Количеству подарков Которые глава Профсоюза Подарил То есть Еще до начала Протеста Глава Профсоюза Знал Что Каринш выйдет Возглавит Это движение Выйдет на сцену С нее выступит И ему заранее Подготовили подарки Все это говорит о том Что это сре-жи-си-ра-ва-но И никакого результата Не будет И теперь надо требовать Не только отставки Каринша Но и отставки Главы Профсоюза Потому что Это не называется Протест Это не называется Профсоюз Это называется Сговор И договорняк Нигде в мире Такого нету Чтобы глава Профсоюза Заранее договорился С тем Против кого они идут Пригласил его на сцену И сделал его Главным героем И по сути Всех учителей В этот раз Обманули Жестко обманули Потому что Они шли за результатом А теперь посмотрите Каков результат Результат таков Что повышение Вашей зарплаты Вы получите Внимание В течение Четырех лет И в конце четвертого года Ваша зарплата Будет соответствовать Зарплате Мусорщика В Евросоюзе В таких вот странах Как например Германия Франция Вот примерно Такая зарплата На уровне мусорщика Но если вы посмотрите На стоимость жизни В этих странах То она уже равна Латвийской То есть Наша стоимость жизни Она практически Такая же То есть Энергоносители Стоят столько же Даже немножко дороже У нас Одежда Стоит столько же Даже немножко дороже Еда Стоит столько же Даже немножко дороже Налоговложения Абсолютно одинаковые И в государстве Есть деньги Ведь мы могли же Найти 300 миллионов Например На помощь Украине Мы могли же Найти 60 миллионов Например На борьбу С теми Кто плохо думает Про Латвию Не так мыслят То есть Денег довольно много Но для учителей Денег нет И Почему Эти вопросы Надо задать Наверное Все таки Главе Правосоюза Учителей Однако Не стоит забывать Что Латвия Самая позитивная Страна Евросоюза И в ней За его живут Самые четкие И добрые люди Великое количество Учителей Которое вышло На улице Ни одного Беспорядка Ни одного Негатива Еще раз подчеркиваю Что Латвия Самая позитивная Страна Всем пока